Новые возможности для малообеспеченных. Кто имеет право на социальный контракт? Как получить 250 тысяч рублей на открытие собственного дела? Доходы и расходы бюджета региона? На что будет направлен главный финансовый документ области? На эти и другие вопросы готов ответить заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию экономики и финансам Вадим Тарасов. Здравствуйте, Вадим Александрович. Спасибо, что пришли. Здравствуйте, Наталья. Социальный контракт – главная тема нашей сегодняшней беседы. Мы знаем уже о нем многое, но все-таки хотелось бы во всех подробностях сегодня объяснить телезрителям, каков механизм получения этой помощи от государства и какова история социального контракта в Российской Федерации и, собственно, какие задачи стоят перед регионом по выполнению этих задач. Ну, начну с истории, как вы правильно сказали. Все мы знаем, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – одно из проблем, которые есть в нашей стране, обозначило это бедность, бедность наших граждан. И одним из приоритетов работы всех уровней власти он назвал борьбу с бедностью. Социальный контракт, на самом деле, это не новый инструмент у нас в регионе, в целом Российской Федерации с 2013 года он у нас внедрен, но с учетом того, что все-таки средств областного бюджета не так много, у нас все-таки, скажем так, скромные суммы выделялись на это мероприятие. Сейчас, когда президент поставил задачу борьбы с бедностью, в эту работу включился и федеральный центр, они посмотрели опыт регионов и определили, что это эффективное средство по выводу наших граждан из трудной жизненной ситуации и получение систематического гарантированного дохода для того, чтобы они как раз преодолевали тот барьер бедности, который установлен на нашей стране. Сначала, да, действительно были пилотные регионы, их было чуть более 20 и с этого года активно присоединились остальные, Орловщина в том числе. Мы всегда стараемся быть, если не в пилоте, то в первой группе, которые после пилотных регионов внедряют у себя на территории подобные инструменты. 156 миллионов в текущем году мы получили из федерального бюджета, добавили свои 8 и сейчас 164 миллиона как раз мы готовы предоставлять нашим гражданам для выхода из трудной жизненной ситуации и получения систематического гарантированного дохода. Несколько направлений есть по этому инструменту. Я бы хотел о трех сегодня поговорить и более подробно на них остановиться. И какие все-таки самые популярные у Орловчан? С учетом той информационной кампании, которая сейчас проводится, то положительного опыта уже тех людей, которые его оформили и получили деньги и начали его реализовывать, мы видим, что пользуется популярностью, увеличивается популярностью организация личных подсобных хозяйств. Сейчас набирает обороты предпринимательства, ну и таким же темпом идет трудоустройство. Хотя и выход из трудной жизненной ситуации также остается популярным. Ну вот о первых трех хотел бы сказать более подробно. Первое. Личное подсобное хозяйство. В рамках заключения данного социального контракта есть возможность, первое, получить деньги до 30 тысяч на обучение, либо переобучение по тем направлениям, которые собираешься организовать. До 100 тысяч рублей получить на организацию личного подсобного хозяйства. Эти деньги необходимо будет потратить либо на ремонт помещений для организации личного подсобного хозяйства. На покупку семян, птицы, какого-то скота, там крупно-рогатого, допустим. У нас есть уже ряд примеров, положительных примеров, которые люди положительно оценивают в данном мероприятии. Ну в одном из районов в Покромском женщина с мужем имели личное подсобное хозяйство, им нужно было деньги для расширения. Они получили их, купили птицу и сейчас уже занимаются активным разведением. И я уверен, что это направление у них будет дальше развиваться. Ведь почему многие не развиваются? Ну первое, которую причину мы уточнили, денег нет, а кредит в банки брать не хотят. А зачем-то отдавать, соответственно. А здесь есть возможность получить безвозмездно при соблюдении определенных условий. Какие-то условия. Ну первое, по личному подсобному хозяйству нужно быть зарегистрированным самозанятым. Это самая простая процедура, которая вот есть в Российской Федерации. С учетом там электронных всех сервисов. На сегодняшний момент, за год, когда мы ввели на территорию региона институт самозанятого, у нас более 9 тысяч, вот на сегодняшний момент 9363 человека зарегистрировались в качестве самозанятого. Это по нашей оценке немаленькое количество людей, которые оценили эффективность данного направления и зарегистрировались. Второе направление, которое нужно будет обязательно сделать по линии личного пособного хозяйства, в течение года реализовать со своего участка либо со своего направления, если птицевоз там занялись, там птицу, данную продукцию. Подтвердить это чеком, соответственно, ну и все, социальный контракт будет считаться эффективно. То есть нужно показать государству, что человек эффективно использовал средства и вышел из сложной жизненной ситуации? Да. Первое, конечно, это целевое использование средств, в которых я сказал, там приобретение семян, там птицы, либо какого-то скота. Ну и, соответственно, можно потратить на ремонт и подтвердить... Построить что-нибудь, сарайчик какой-нибудь. Построить сарайчик, абсолютно правильно. И подтвердить, что продукция с этого личного пособного хозяйства реализуется. Деньги, социальный контракт закрывается, признается эффективным, деньги возвращать, естественно, никому никуда не надо. Все-таки самый первый шаг он какой? Куда нужно обратиться, где все узнать? И кто оценит, может ли воспользоваться человек правом и стать участником социального контракта или все-таки нет? В департаменте социального развития есть горячая линия 633455, по которой дадут исчерпывающую консультацию по любому направлению социального контракта. Обращаться нужно в органы социальной защиты по месту жительства. Граждане могут претендовать на заключение социального контракта, если в течение предыдущих трех месяцев их доходы были ниже прожиточного минимума. 10 722 рубля на сегодняшний момент. У нас огромное сейчас количество заявок по различным направлениям, и мы еженедельно заключаем более 60 социальных контрактов по всем направлениям. Вот мы вчера рассматривали, у нас в меньшей степени шло ЛПХ, но в большей степени регистрация своего бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого. Потому что жители областных центров, областного центра и райцентров могут воспользоваться правом. Вы знаете, мы посмотрели географию, не только областной центр, областной центр даже в меньшей степени идет на заключение социального контракта. У нас как раз большей активностью и популярностью пользуются в муниципальных образованиях наших. Есть районы, которые просто идут по линии ЛПХ очень активно. Поэтому следующее направление, о котором я хотел поговорить, это как раз индивидуальное предпринимательство. Там есть возможность также получить на обучение либо переобучение до 30 тысяч рублей и 250 тысяч рублей на организацию своего дела. Можно и самозанятому претендовать, который даже в предыдущие периоды был зарегистрирован. Ну и в качестве регистрации индивидуального предпринимателя тоже возможно такое направление. Деньги можно тратить на организацию предпринимательской деятельности. Закупить оборудование. Закупить оборудование на аренду помещений, на ремонт помещений, на покупку материалов расходных, либо других, которые необходимы опять же для осуществления деятельности, тоже пользуются популярностью. Вид деятельности выбирает сам потенциальный предприниматель. Вид деятельности, да, выбирает сам. Единственное здесь отличие, необходимо будет составить бизнес-план. Но это не должно пугать наших граждан. У нас есть центр «Мой бизнес», который уже подготовил достаточное количество типовых бизнес-планов, которые пользуются наибольшей популярностью. То есть мы когда посмотрели первые итоги заключения социальных контрактов, мы выявили определенные направления, которые граждане более активно их интересуют, и они по ним идут заключать социальный контракт. Это в первую очередь сфера услуг. Многие организовывают свои парикмахерские, маникюрные кабинеты. У нас есть один молодой человек, который организовал автомастерскую. Это была его мечта, вот он организовал. И сейчас как раз занимается любимым делом. Это ему как раз социальный контракт был в помощь. Поэтому реализация и этого направления набирает свои обороты на территории региона. И мы надеемся, что он будет пользоваться популярностью и в следующие периоды. Потому что и на следующий год у нас также значительные средства в бюджете региона предусмотрены. Еще одно направление, о котором хотел бы сказать, это трудоустройство. Здесь обязательным условием нужно стать на бирже труда. В момент заключения социального контракта гражданин получает 11 480 рублей. И три месяца с момента трудоустройства он также получает 11 480 рублей. На сегодняшний момент в регионе более 9000 вакансий. У нас есть 9600. Очень большой спрос на рабочую силу у нас имеют промышленные предприятия. На прошлой неделе мы встречались с отдельными предприятиями, с нашего промпарка «Орел», который находится на территории бывшего стрелепрокатного завода. Огромный спрос на рабочую силу. Заработная плата более чем достойная. То есть получается, человек получает заработную плату и еще и помощь от государства. Три месяца с момента заключения трудового договора он также получает 11 480 рублей для выхода из той ситуации, в которой он есть. Но и наша самая главная задача, чтобы человек получил возможность систематически регулярно получать стабильный доход, который его выведет за уровень бедности. Самая главная задача. Вадим Александрович, мы встретились и поговорили с некоторыми участниками проекта «Социальный контракт». Давайте посмотрим, послушаем, что они говорят, как они собирали документы, на что потратили деньги, что получилось в итоге, а потом продолжим наше обсуждение. Узнала, спросилась контракт, позвонила в нашу соцзащиту. Там очень все объяснили, Евгений Николаевич, начальник, все рассказал. Ну и решила попробовать. Написала бизнес-план сама. Сдала его очень быстро, все одобрили мне. Вот, и там потом еще документы некоторые издала. Все, дали деньги. Ну это буквально все где-то в течение месяца произошло, да. Все, дали деньги, я все это купила, вот, нашла помещение. Вот, заключили договор. И вот все закупилось и начала работать. «Социальный контракт – это очень хорошо, это такая хорошая помощь. И советую всем это, кто хочет социальный контракт». Документы мы подавали в нашу соцзащиту и ждали мы буквально недели три вместе со всеми оформлениями. И никакой сложности не возникло абсолютно. То есть сбор документов занялось дня два буквально. И все. Бизнес-план составить было не столь трудно, потому что дают образец, то есть все объясняют прекрасно и все. Один из приобретений, которые мы получили, это вот новый маникюрный стол. Он оборудован встроенным пылесосом уже, то есть все довольно удобно. Я раньше не занималась наращиванием ногтей, теперь решили, что пора бы и заняться и наращиванием, так как позволяет уже как бы... Ну и навык я заканчивала. Ну и как-то раньше побаивалась, а сейчас, чего бы мне начать, разделать свое. Вот такие мнения, Вадим Александрович. Облагаются ли налогом выделенные средства или нет? Нет, налогом данные средства не облагаются. Есть официальное развитие федеральной налоговой службы. Если вдруг возникнут такие вопросы, мы готовы помогать нашим вновь созданным и самозанятым, и индивидуальным предпринимателям, и тем, кто занимается лично пособным хозяйством в решении этих вопросов. Вы говорили о том, что проект «Социальный контракт» будет у нас продолжен. А могут ли люди, которые получили средства в этом году, продолжить участие в социальном контракте в будущем году? Как только социальный контракт будет закрыт, оценка будет произведена его эффективности, через год данные граждане могут обращаться повторно. Здесь уже будет более пристально рассмотрена ситуация, почему не получился предыдущий контракт. А возможно, и наши граждане выберут другое направление, которое им более интересно. Или уже став предпринимателями, допустим, получать другие виды помощи, которых у нас предостаточно и на федеральном, и на региональном уровне. И опять же, в «Центр мой бизнес» можно обратиться, где все расскажешь. «Центр мой бизнес» определен тем структурным подразделением, которое будет оказывать всемирную поддержку по данному направлению. Вадим Александрович, бюджет личный, это, конечно же, очень важно для каждой семьи, для каждого человека. Но бюджет региона тоже имеет значение для всех людей, которые живут в Орловской области. В какой стадии сейчас работа над главным финансовым документом на будущий год и два последующих? Работа над бюджетом 2022 года и планового периода 2023-2024 в правительстве закончена. Бюджет рассмотрен на заседании правительства региона, поддержан правительством региона. И сегодня он направлен в областной совет народных депутатов для рассмотрения в первом и втором чтении. Если говорить о параметрах бюджета, то на сегодняшний момент, на тот период, когда мы его вносим в областной совет народных депутатов, 45,6 миллиарда рублей у нас доходы и расходы бюджета. Если говорить о сравнимых и сопоставимых условиях прошлого года, мы вносили в совет бюджет в размере 38,3 миллиарда рублей. То есть мы видим, что и доходы, и расходы областного бюджета ежегодно растут. Мы знаем, что губернатор ставит задачу сделать бюджет как минимум 50 миллиардов. Я уверен, что у нас есть и возможности, и инструменты, как все это делать, в том числе и за счет привлечения средств федерального бюджета. Пока мы планируем бюджет сбалансированным. Я уверен, что он останется сбалансированным, бездефицитным. И будем уже смотреть в рамках наших возможностей, каким образом нам помогать, в том числе и тем муниципальным образованиям, которые у нас пока еще есть такие, к сожалению, испытывают небольшие трудности. По составлению своего бюджета. Если говорить в целом о расходах, то у нас по-прежнему бюджет носит социальный характер, социально ориентированный характер. У нас более 67% социально значимые расходы, которые идут на выплату заработной плат, меры социальной поддержки. Мы полностью закрываем программу государственных гарантий оказания медицинской помощи на территории региона. У нас предусмотрен полностью платеж за неработающее население в Фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения деятельности наших медицинских организаций. У нас предусмотрены средства и на реализацию национальных проектов. Там мы также, если смотреть по сопоставимым условиям, на 1,5 миллиарда добавляем средств. 6,5 миллиардов у нас на сегодняшний момент пока предусмотрены на реализацию национальных проектов. Там предусмотрены значительные мероприятия, которые позволят улучшить жизнь и качество жизни наших граждан. У нас полностью заложены на сегодняшний момент все софинансирование к планируемому и даже предполагаемому плану выделения федеральных средств из Центра. Вадим Александрович, Вы сейчас сказали о национальных проектах. В целом, как оцениваете их реализацию и основные задачи на предстоящий период? Какие? Всегда хотелось, чтобы реализация национальных проектов шла лучше. К сожалению, и надо об этом честно говорить, есть у нас отставания и по срокам, по определенным направлениям и по определенным контрактам. Ввиду того, что наши подрядчики, которые выигрывают согласно 44-го закона торги, не всегда в срок качественно выполняют те работы, которые предусмотрены либо государственным, либо муниципальным контрактам. Такая ситуация есть. Конечно, нам бы хотелось этого избежать. Если говорить в целом о мероприятиях, какие мы все-таки будем делать в 2022 году, я их могу разделить на несколько направлений. По спорту мы продолжим строительство крытого футбольного манежа. У нас будут созданы 4 площадки ГТО в муниципальных образованиях. Если говорить о безопасных качественных автомобильных дорогах, мы, если мне память не изменяет, 107 километров дорог сделаем в следующем году, отремонтируем. Более 150 дворовых территорий у нас попадут под ремонт, 45 общественных территорий. Большие средства у нас идут в здравоохранение. У нас предусмотрено строительство поликлиники в городе Ливный. У нас предусмотрены ремонты районных больниц в Кромах, в Колпне, в Новодеревенковском районе и в ряде других районов. У нас предусмотрено и ремонт поликлиник в городе Орле. В третьей поликлинике также планируется проведение капитального ремонта. Также у нас предусмотрено средство на дальнейшую закупку медицинского оборудования по программе онкологии и сердечно-сосудистого заболевания, для того, чтобы мы своевременно ставили диагноз и оказывали квалифицированную медицинскую помощь нашим гражданам, чтобы снижать уровень смертности и уровень заболеваемости. Если говорить о культуре, то у нас будет строительство нового сельского дома культуры в Орловском районе. Три дома культуры будут капитально отремонтированы. Также будет продолжено строительство модельных библиотек в наших муниципальных образованиях. Будет продолжено строительство спортивных площадок в сельских территориях, чтобы наши ребята и в районах получили возможность заниматься физкультурой и спортом на современных спортивных сооружениях. Я вспоминаю те площадки, на которых я играл в детстве. Это был бетон, в лучшем случае резиновый мяч. Сейчас приезжаешь в район, когда открывается та или иная спортивная площадка, уже смотришь, что ребята играют на искусственной траве, хорошим инвентарем, в хорошую форму одеты. Просто искренне радуешься за наших мальчишек и девчонок, которые получают возможность на современных спортивных сооружениях заниматься физкультурой и спортом. Главное, чтобы муниципалитеты еще и содержали эти построенные площадки. С вами полностью согласен. Муниципалитеты, на мой взгляд, уделяют достаточно внимания для того, чтобы то, что построено, оно все-таки было в том виде, в котором все-таки возможно его использовать. Но мы, к сожалению, и здесь сталкиваемся с таким потребительским отношением, когда могут что-нибудь сломать, но не без этого, как говорится. Но в целом, я уверен, и мы просто это видим, что главы муниципальных образований этому вниманию уделяют должное внимание и, соответственно, своевременно, либо по гарантийным обязательствам, либо так ремонтируют. Большое направление будет делаться и по обеспечению качественной питьевой водой у нас в регионе. В Тростянском районе только три населенных пункта получат денежные средства на обеспечение качественной водой своих граждан. Не только Тростянский район, но и много других муниципальных образований, которые заходят в эту программу, получают средства на обеспечение водой населения. В городе Орле будет строиться станция умягчения воды с использованием мембранной технологии на основе нанофильтризации. Вадим Александрович, вот те цифры расходов и доходов, которые Вы назвали в самом начале, насколько они останутся неизменными или будут подвергаться корректировке? И в зависимости от чего? От поступления федеральных средств или от собственных заработков региона? На моей памяти пока не было случаев, когда мы все-таки уменьшали расходы регионального бюджета. В 2020 году мы средства с определенных направлений снимали для того, чтобы перевести их в резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией. Но ни в коем случае мы не уменьшали расходную часть бюджета. Я надеюсь, что и следующий год, и экономическая ситуация следующего года будет достаточно благоприятная. И мы только будем увеличивать как раз по тем направлениям, Наталья, о которых Вы сказали. Первое, по линии своих собственных доходов и по линии привлечения средств из федерального бюджета. Наша регион активно работает с федеральным центром. По каким программам наиболее успешны и на какие средства мы можем рассчитывать, которые могут привлечены быть из федерального центра? Ну, в первую очередь, это национальный проект. 5,6 миллиарда рублей на сегодняшний момент привлекается из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Есть программа по модернизации первичного звена здравоохранения. Я тоже уже назвал те направления, по которым мы будем работать. У нас закладывается и задел на будущее. Мы делаем проектно-сменные документации для того, чтобы участвовать в распределении средств федерального бюджета в 2023 и 2024 году. Мы все видим, в какой состоянии находится наша библиотека Бунина. Вот сейчас мы занимаемся разработкой проектно-сменной документации, чтобы получить федеральные средства для ее ремонта, чтобы привести это здание в надлежащий и соответствующий вид. Но не только библиотека Бунина, на самом деле много других направлений и зданий, которые требуют должного внимания, необходимого ремонта, которым тоже мы закладываем. Стоял вопрос долго по строительству приюта для животных. Вот в бюджете 2022 года есть строчка и есть заложенные средства на реализацию данного мероприятия. Я надеюсь, что приют для животных также у нас будет в 2022 году построен. И мы сможем исполнять требования федерального законодательства по данному направлению. Владимир Александрович, Вы сказали о том, что главный финансовый документ внесен в облсовет. Прогнозы, если можно, поддержка будет обеспечена по всем направлениям? Вы знаете, я не люблю давать прогнозы, но мы будем делать все для того, чтобы областной совет народных депутатов поддержал законопроект о бюджете в первом и втором чтениях. Безусловно, будут дискуссии, безусловно, будут какие-то предложения от депутатов. Мы всегда внимательно слушаем и мнения, и предложения депутатов. Всегда формируем таблицу поправок. И в течение года, если нет сразу возможности ее реализовать в соответствии с поправками, которые предлагают депутаты Орловского областного совета народных депутатов, мы обязательно вносим. Безусловно, будет стоять вопрос и по городу Орлу, по помощи ему финансово. Я хотел бы напомнить, что в текущем году 150 миллионов за счет перераспределения средств областного бюджета в июне месяце были внесены изменения в бюджет, мы оказали помощь. Плюс 900 миллионов за счет дотации на сбалансированность федерального бюджета также была оказана помощь городу Орлу. В текущем году уже сразу первоначально мы закладываем на 150 миллионов больше, нежели в первоначальном бюджете, когда мы вносили в прошлом году на 2021 год. Дальше будем смотреть по исполнению нашего бюджета, каким образом будем регулировать ситуацию в наших муниципальных образованиях. Еще бы одно направление хотел отметить, социально значимое, это дети-сироты. Также мы предусматриваем увеличение на 50 миллионов рублей для реализации этого направления. И задача номер один, также при поступлении дополнительных доходов в бюджет региона также будем увеличивать данную строчку бюджета. Вадим Александрович, спасибо вам большое за сегодняшнее интервью. Приходите к нам еще. Вам спасибо, всего доброго. В нашей студии был заместитель губернатора по планированию экономики и финансам Вадим Александрович Тарасов. А я, Наталья Пехтерева, с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин